Очень рада приветствовать всех на моем канале. Сегодня снова поговорим о покупках одежды с сайта Алиэкспресс. Но на этот раз я расскажу о не совсем удачных покупках. Точнее, не стали бы удачными, если бы не мои ошибки с размерами. Итак, давайте начнем. Первой такой вещью стала вот эта вот кофта. Не подошла она мне, как я уже сказала, из-за размера. Но исправить этого никак бы нельзя, поскольку эта кофта выпускается только в одном размере. А размер у нее, как пишут китайцы или как переводят в угол, бесплатный. И он идеально подходит где-то на размер 46. Эта покупка не оказалась напрасной. Она очень понравилась моей маме. Она забрала ее себе и с удовольствием носит. У продавца огромное количество цветов на выбор. Я выбрала себе белую. Но давайте поговорим о качестве. Качество этой кофты просто изумительное. Во-первых, у нее очень приятный состав. В составе присутствует натуральная нитка, благодаря чему ткань очень комфортная, очень приятная к телу. Модель у этой кофты, если она подошла вам по размеру, очень красивая. Она очень красиво сочетается с любой по цвету майкой, одетой под нее. К качеству пошивы нет абсолютно никаких претензий. Все края сшиты очень ровно. Не было никаких лишних ниток, ни дырок, ни затяжек, ничего такого. Вот эта кофта очень красивая вязка. Вы посмотрите повнимательнее. Очень-очень красиво она связана. Никаких косяков вязки не имеется. По низу идет резиночка. Прям такая настоящая резиночка. Она низ очень хорошо стягивает. Но одновременно она очень мягкая, так что задираться эта кофта не будет. На манжетах у нее тоже присутствует резиночка. Цвет тоже очень красивый, белый, как и заявлялось у продавца. Ну давайте я попробую ее надеть, чтобы вы хотя бы приблизительно смогли увидеть, как она выглядит в действии. Ну в общем-то может быть даже и ничего. Она немножко села от нескольких стирок в горячей воде, но когда я ее покупала, она была мне намного свободнее. В общем, если вы носите 44-46 размер, то она вам будет просто прекрасна. Следующая вещь, с которой я также ошиблась в размере, выглядит вот так. Он задумывался как пляжный сарафан. На фото как раз изображена девушка, которая находится на море. Я его себе заказывала для того, чтобы в жару ходить в нем дома. Но поскольку мой опыт заказа к тому времени был еще небольшим, с размером я ошиблась. И заказала на свой S размер L. Но этот сарафан мне и пришел на размер L. Его также благополучно забрала моя мама. Но она носит его как ночную сорочку. И в качестве ночной сорочки эта вещь просто находка. Поскольку материал у нее хлопок, в ней очень удобно и очень комфортно спать. Материал очень мягкий, очень хорошо тянется. У этого сарафана огромное количество ярких, красивых расцветок. И на фигуре, если вы правильно подобрали размер в качестве ночной сорочки, он смотрится очень красиво. Качество по шиву у этого сарафана прекрасное. Все шивы, все строчки ровные, никаких косяков не было. Единственное, что вот эти лямочки, которые идут вот отсюда, они просто завязывались за шеей. Но мама меня попросила пришить их. Я вот таким образом пришила, чтобы ей спать было удобно и никуда не вели, не съезжали. Длина у него очень хорошая, ей он чуть ниже колена. И поскольку маме очень понравилось с ним спать, она попросила меня заказать ей еще в двух цветах. Выбрала она себе вот такой вот розовый цвет. Очень красивый. Лямочки я ей пришила по-другому здесь, просто параллельно. И еще один цвет, вот такой вот ярко-зеленый. Тоже очень красивый, очень насыщенный цвет. В общем, маме стратегический запас ночнушек пополнен и спит она у нас теперь красоткой. Ну вот эти я, конечно, подорачивалась. Вещи хороши тогда, когда они подобраны по размеру. В общем, по поводу товара, товар действительно очень хороший. В качестве пляжного сарафана и ночной сорочки просто отличная вещь. Следующая вещь тоже очень хорошая, но также не подошла мне по размеру. Это вот такая вот кофта. Тоже одно время была очень популярна на сайте. Это классическая черная кофта, но фишка ее вот в этих вот прозрачных рукавах, которые выполнены сеточкой и придает стильности этой кофте. У этой кофты было два размера. Размер S и размер M. И я очень долго выбирала между этим S и M. И почему-то побоялась, что она будет мне мала. И заказала себе размер M. Пришла она на радость моей мамы ее размера. И пополнила ее коллекцию неподошедших ее дочери кофт. По поводу качества, продавец, как всегда, заявлял, что материал хлопок. В составе присутствует хлопок, но его совсем немного. Все швы абсолютно ровные. Кофта шита очень здорово. Кроме того, у нее притальный покрой. В общем, она очень красиво садится по фигуре, если же, опять же, вы правильно подобрали размер. Вот эта сеточка, она тоже вшита очень-очень красиво, очень здорово. Тут ведь нужно было особое внимание наделить швам, потому что они просвечивают сквозь вот эту сетку. И все выполнено очень достойно. В общем, тоже очень классная вещь, если вы правильно подберете ее. По размеру. К ее качеству нет абсолютно никаких претензий. И она полностью соответствует фотографии на заставке товара. Это абсолютно универсальная вещь. Она подойдет к любому стилю, к любому цвету одежды. Будет прекрасно сочетаться как с любой юбкой, так и с любыми джинсами. Ну и последняя вещь, которую я вам сегодня покажу. Сейчас находится в перешитом состоянии. Я все равно вам ее покажу, чтобы вы знали, как она выглядит на самом деле. Потому что одно время она была просто мега популярной на сайте. И очень многие ее заказали, и очень многие остались ей недовольны. На фотографии у продавца она выглядела вот так. На самом деле она выглядит очень похоже. В общем, вот, выглядела эта кофта вот так. Внизу у нее были пришиты вот такие вот замки. Собственно, которые и являлись украшением этой кофты. Точнее, она задумывалась как туника. На фотографии у продавца, на девушке, она действительно выглядела как туника. Она закрывала этой девушке попу. Выглядела как, можно даже сказать, практически как платье. Смотрелось это все на картинке действительно очень-очень красиво. И даже когда она пришла, она выглядела очень красиво. Я прям очень обрадовалась, когда я ее увидела. Но когда вы ее надеваете, то сидит она на вас совершенно по-другому. Не так, как на девушке с картинкой. Я об этом расскажу подробнее. А сейчас пока давайте поговорим о ее качестве, пока она лежит у меня вот так вот на свету. Во-первых, ткань у нее не совсем соответствует картинке. На картинке там была прям такая плотная, теплая кофта. Здесь она тоже, в принципе, теплая, тоже плотная. Но все-таки гораздо тоньше, чем заявлено у продавца. В принципе, качества пошива нет никаких претензий. Все ровно. Но единственное, что мне не понравилось, как у нее обработаны рукава. Рукава обработаны у нее очень просто. Вот так вот, таким вот швом. И благодаря вот такой вот обработке, манжет вот этого рукава, он по вашей руке не сидит. Он как бы топорщится от руки. И к руке-то он не прилегает. То есть, если бы была какая-то обработка резиночкой, то смотрелось бы гораздо лучше. Фирма у этой кофты не китайская, что, конечно же, радует. Размер я себе заказывала N. Хотя вполне могла заказать S. Она была даже больше приталена по моей фигуре. Но размер N я заказала только потому, что хотела, чтобы эта кофта все-таки была туникой, а не кофтой. Но даже заказав на размер больше, этого мне добиться не удалось. В общем, дальше кроетая кофта идет по прямой. И тут вот посередине кофты вставлены вот такие замки. Предполагалось, что вы можете их застегнуть. И кофта превратится в кофту обычного классического покроя. Просто с замками по бокам. Но когда вы эту кофту застегиваете, молния, она не дает кофте лежать прямо. Она прямо вот такими вот волнами. Ее очень сильно топорщит. И она по вам не лежит. Там прямо видно, что вот какие-то косяки смотрятся. И смотрится все это очень-очень некрасиво. Так же, как и в расстегнутом виде. Тоже непонятно, почему вообще она начинается от середины кофты. Хотя вот лучше бы было, если бы она начиналась хотя бы вот отсюда. Очень жаль мне, что я ее перешла до этого видео. Она на самом деле просто не выдержала. Но вот ни один человек мне не сказал, что она смотрится хорошо. Когда вот я ее застегивала, все говорили, что ну да, более-менее. Но вот все-таки замок этот очень сильно силу от этой кофты искажал. Поэтому я решила избавиться и от замка в том числе. Ну вот превратила ее в обычную черную кофту. Которая, конечно же, не стоит тех денег, которые я заплатила за эту кофту. Но я открывала на нее спор. Продавец мне часть суммы вернул. Но я все-таки считаю, что недостаточно. При всем при том, вот эти вот нашивки по бокам кофты придают большой объем вашим бедрам. При этом вы начинаете выглядеть, как какая-то матрешка. Это учитывая то, что я сама по себе худая. Ношу 42 размер. У меня с лишним объемом в районе бедер нет никаких проблем. Но даже на мне эта кофта смотрелась не лучшим образом. Что уж говорить о девушках, которые носят размеры больше, чем S. Там, кстати, в отзывах очень много фотографий выкладывали девушки. И многие из них были именно вот этим делом недовольны. В общем, еще раз повторю, что все это дело, конечно, вот в таком вот виде смотрится очень красиво. Но на фигуре совершенно никуда не годится. В общем, длина этой кофты выглядит вот так. То есть попу она даже нисколько не закрывает. Это при том, что я ее еще и натянула. Вот эта вот нашивка, она выглядела вот так. Шла она вот отсюда. И была до сюда. Ну вот сейчас я прикладываю. Это все более-менее нормально выглядит, потому что я эту кофту ушивала. Но на самом деле все это было совсем не так. Может быть, я когда-то что-то придумаю. Я не стала выкидывать эти детали. Может быть, как-то я все-таки смогу ее привести в бориски. Но, поверьте, такой, какая она ко мне пришла, носить ее было совершенно некрасиво. Ну вот и все. Это были все покупки на сегодня. Желаю вам никогда не ошибаться с размерами, чтобы все ваши покупки были удачными. Всем огромное спасибо за просмотр. Все ссылки я, как всегда, оставлю под видео. Обязательно подписывайтесь, ведь впереди ждут новые интересные видео. Будут большие отдельные видео, посвященные обуви, бижутерии, косметике сайта Алиэкспресс. Также будут новые видео о аксессуарах, инструментах для маникюра и огромном количестве одежды. В общем, будем видеться с вами часто. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok